Это у нас движение перемен. Да, я представляю движение перемен. Собрались мы сегодня в очередной раз на замечательной Кушкинской площади. Место, как говорится, намоленное. Да, уже 5 месяцев мы, или сколько здесь? Да уж да, да, да. Соответственно, мы считаем, арест нашего лидера в Санкт-Петербурге человек просто взглянул. На наш взгляд, это некорректные действия сотрудников полиции и незаконный его арест. Но суд принял другое решение, чему мы, соответственно, обязаны подчиниться. Вышли мы для того, чтобы человека поддержать там, где он сидит сейчас, в Петербурге, далеко от своей семьи. Вот, собственно говоря, основная наша цель. Вот смотрите, я вижу, что к вам постоянно подходят представители гвардии Захара Прилепина. Они с вами общаются, они пытаются вам что-то втереть. У меня есть встречное предложение. Они уверены, что мы здесь занимаемся подготовкой каких-то там Майданов, не знает чего. Значит, ну у вас же совершенно другие интересы. Вы, наверное, недовольны там фальсификацией выборов, пенсионной реформы, мусоросжигательными заводами, застройкой скверов. Давайте вот так поступим. Вы на следующую неделю, например, принесете список вещей, которые вас не устраивают. И причем об основанных законам. Например, Конституция предполагает там честные выборы. А у нас есть вот множество фактов. Вот сейчас в Америке обсуждают, какие там колоссальные вбросы, пульсификации, кошмар, караул. А у нас когда то же самое происходит, это фейки. Вам показалось, ребят, это компьютерная графика. У нас честнейшие выборы. Вот давайте мы запросы сделаем, а спросим по партию Прилепина, чтобы партия Прилепина рассказала, как вы с этими вопросами будете решать. И мы здесь собираться не будем. У меня ноги отмерзли, я не хочу здесь быть. У меня есть другие интересы, я не хочу ходить на площадь. Но политики ничего не делают. Вы, как представители партии, давайте заставьте их шевелиться. Это и есть политика. Не фрисовать и пугать людей на площади, а заставить политиков работать, чтобы власть стала народной. Движение за правду уже создано. Оно успешно функционирует, как в Москве. Оно успешно функционирует по всему городу России. Какую конкретную проблему вы решили, хотя бы какой у вас план? Есть ряд задач, которые прописаны в программе. Пожалуйста, сайт за правду, там конкретно написано программа, конкретно написано задачи. Одну минуту буквально. Я предложил, а вы его перебиваете сразу же? Я разговариваю, общаюсь, а вы сразу перебиваете. Вы кто? Представитель кого? Алексей. Алексей, очень приятно. Я Дмитрий. И соответственно, решение какое? Партия уже создана, движение. Это в ответ на ваши... Это мы знаем. Движение уже создана, уже создана партия. Я предложил товарищам, которые перемены, которые собираются по 2-3 человека, и которые кричат, что нужно просто перемены, без какой-то конкретики, без какой-то программы. А у них тоже есть программа. Общий и с общим названием «Нексты», которая поднимала протесты в Белоруссии, которая там отличилась от создателей в Украине. И я предложил им, а зачем вам «Некста», а зачем вам название? Вот видите, Дмитрий, вы говорите, что общаетесь, но вы не общаетесь. Вы начинаете загонять свою повестку. Мы вам задаем конкретный вопрос. Дмитрий подтвердит, мы очень пообщаемся. Он мне очень дал. Нет, смотрите, что вы нам сейчас рассказали. Вы рассказали, что у вас создана партия, а мы за вас очень рады. Но это не имеет отношения к нашему вопросу. Вы рассказали... Леопольд, давайте жить дружно, мне нравится. Вы рассказали о том, что у вас есть программа, но у движения перемен вообще-то тоже есть программа. Это вас не интересует. Какая у них программа? Почему? Нас очень интересует. А она на сайте выложена. Вы искали ее? Вы услышали, что есть телеграм-канал «Некста»? «Некста» правильно, не «Некста». Мы увидели, что в программе, в программе перемен, первым, одной из первых требований написано «Отставка правительства». Вы можете посмотреть листовку, которую указано там. Там написано в первой строчке. Движение перемен через неделю принесет для обсуждения своей тезисы, и мы пообщаемся. И смотрите, на этой неделе пройдет прямая линия с Путиным, президентом, гарантом Конституции. Сегодня мы записываемся 12 декабря, как раз день Конституции. Вот что бы вы спросили или попросили у Владимира Владимировича Путина? Ну, не знаю. Я просто ему не верю, не верю, поэтому не ожидаю ничего хорошего, не вижу, что ли попросили. А почему вы не верите? Может быть, стоит задать такой вопрос, чтобы он не смог ответить? Потому что обманывает. Вопрос, ну да, ему можно много придумать таких вопросов, честно говоря. Просто сейчас еще нет в голове, как говорится. Не подготовил ничего. А раньше когда-то был момент, что вы верили Путину, что он сделает лучше, поможет? Ну, не сказать, что бы верил, но относился к нему спокойно. Как-то вот... А потом, ну, короче, мы все видим, что происходит, да, поэтому... А в какой момент вы поняли, что больше спокойного отношения он не заслуживает? Спокойного отношения? Ну, не знаю. Ну, наверное, как бы шла спенсионная реформа, что ли. Тут уже, как бы, стало ясно, как бы, куда все идет, но вот такого, что сейчас творится, вот то, что называется коронабесие и так далее, я, честно говоря, не ожидал. И политикой не интересовался, потому что как-то вот, ну, как бы, у всех свои дела, каждый живет своей жизнью, вроде как. Есть своя ниша, можно как-то жить. А сейчас я чувствую, что жить просто не дадут, нормально, знаю, теперь. Да, да, да. Если мы будем... Если я просто, вот, как бы, не буду не обращать по-прежнему на все это внимание, как было, то просто, просто у меня просто вариантов нет. Надо как-то защищаться всем нам. Как защищаться? Что делать? Ну, вот, например, как бы не молчать, да, оставил свои права везде. Вот у меня, например, там, ну, вот город Кимры, Тверского власти, городочек такой, и там, там на меня заведено уголовное дело. Ну, не в связи с политикой, а просто вот там, на меня пытаются повесить пожары, если так. Вот, и там все свои, и эксперты, и суд, и, как бы, прокуратура, в общем, трудно поэтому. Но вот они три года как бы пытаются добиться, и у них не получается. То есть я уже три года, три года у меня получается. Сейчас я сам, как говорится, у меня нет ни денег, ни связей, я юридически не грампал с помощью местного активиста и адвоката, да, то есть получается как-то вот. Сейчас дело в апелляции. Да, я на самом деле... И просто я бы к людям, у которых такое связи, что как бы не надо бояться, ну, можно себя защитить, да, то есть как-то... Ну, у каждого какие-то свои ситуации, и везде надо свои права отстаивать. Да, каждый день ко мне приходят даже ВКонтакте десятки обращений по самым разным поводам. Вот сегодня написали в Алтае, прокуроры, следователи просто зарабатывают себе звездочки, они ловят магазинчики, где торгуют маком для булочек, маком пищевым. Из официальной фирмы там написано указано, что это пищевой мак. Они врываются, конфискуют и говорят, вы с целью производства опиума и других наркотиков это все продаете. Поэтому серьезные статьи, кто-то пытается откупиться, кого-то сажают. Вот такой беспредел, куда ни глянь. Просто маленькие случаи, вот только что женщина подошла, я не знаю, чем ей помочь. Она говорит, нас с мужем, мошенническая фирма типа юридическая помощь, мы вам поможем, пересчитаем пенсию, 700 тысяч рублей вытащили, кинули на 700 тысяч рублей. Вот двух пенсионеров в Москве. Потому что вы молодец, что боретесь, что по крайней мере 3 года вам удается отбиться. Желаю вам в этом успехов, спасибо, что не молчите. Уникальное мнение, ребенок, какой класс? Шестой. Шестой класс, дистанционка? Да. Ну и как она? Это очень неудобно. Учителя часто попадает в интернет, учителя объясняют, часто непонятно, что они говорят. Приголи за темы разбирать сами. Как ты думаешь, одноклассники твои и ты сама, как часто списывают? Чаще, чем на уроках или реже? Чаще. Намного? Классники намного чаще списывают, да. А многие просто просыпают первый, второй урок, прогуливают? Да, бывает такое. Некоторые просто говорят, что они присоединяются, хотя у них все нормально. Как ты думаешь, когда ее отменят? Я даже не знаю. А когда хочешь, чтобы отменили? Прямо сейчас. А как ты думаешь, вот из твоих одноклассников и, может быть, из других классов, кого ты знаешь, они хотят, чтобы дистанционка осталась или чтобы ее отменили? Кто как, но лично из моих друзей хотят, мы уже хотим встретиться в школе. Просто пообщаться или учиться? И учиться, и пообщаться, потому что это неудобно. А остальные? Двоечники, троечники? Они как прогуливали уроки, так и прогуливали. А как ты, вот, может быть, знаешь какие-то случаи? Чаще родители стали ругаться на детей, потому что они все время вместе находятся? Нет. Такого ты не знаешь? Хорошо, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...